Все участники голосования на входе дезинфицируют руки, измеряют температуру, надевают средства индивидуальной защиты и соблюдают социальную дистанцию. Каждые два часа здесь дезинфицируют помещение, моют полы и протирают поверхности, к которым человек может прикоснуться руками. На избирательных участках процесс голосования контролируют волонтеры и представители общественных организаций. На данном избирательном участке голосование проходит легитимно. Мы здесь с самого утра наблюдаем, никаких нарушений выявлено не было. Всего наблюдателей нас четыре человека. По словам представителей избиркома, явка высокая. С самого утра здесь активно голосуют в числе сделавших выбор Павел Покровский, сопредседатель Общероссийского народного фронта. Он отметил, что в такой исторический момент, когда речь идет о дальнейшей судьбе страны, никто не должен оставаться в стороне. Мне, конечно, очень понравилась и организация процесса, и сама его внутренняя наполненность, потому что мы с вами жители Самарской области Российской Федерации. И я вижу, что мы приняли активное участие. После голосования о внесении изменений в конституцию страны, все желающие могут поддержать инициативу о присвоении Самаре звания «Город трудовой доблести». Я думаю, подрастающих коленей начинает забывать, что Самара была действительно кузницей во время Великой Отечественной войны. То есть здесь местные оборонные предприятия ковали, так сказать, победу. Поэтому это нужно помнить, это нужно знать, и этим нужно гордиться. Все голосующие могут принять участие в бесплатной викторине. Елена Малетина, Николай Сидоров. События.